Футболисты Мордовии вышли из отпуска и провели первую тренировку на стадионе «Старт». Перерыв составил около двух месяцев. Несмотря на продолжительные каникулы и новогодние праздники, лишних килограммов никто из отпуска не привез. Сегодня проходили медобследования в порядке уже последние 2-3 года уже футболисты, но немножко уже менталитет поменяли и с лишними, как мы говорим, килограммы не привозят на первые тренировочные сборы, потому что из-за этого есть штрафы. И они понимают, что уже тут без раскачки мы начинаем работать и очень здорово подходят к своему режиму и питанию. И практически все футболисты находятся в своих игровых весах. До 25 января команда будет тренироваться в Саранске в двухразовом режиме. После этого футболисты отправятся на Кипр, где помимо тренировочного процесса примут участие в Кубке ФНЛ. После этого сборы продолжатся в Саранске, а перед возобновлением сезона возможен еще один выездной сбор. Настроение положительное, потому что был большой перерыв, буквально два месяца с небольшим. И ребята уже, я думаю, соскучились по работе, по коллективу. И я думаю, что с удовольствием они приступили к тренировочным занятиям. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с защитником Леонидом Решетниковым. Все остальные футболисты продолжат работу в Мордовии. С Саранского клуба пока не снят запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед игроками прошлогоднего состава. Поэтому новобранцев в команде пока нет. Есть небольшие долги по зарплате и перед нынешним составом команды. Есть небольшие задолженности. Я думаю, руководство в ближайшее время решит эти вопросы. Ситуация, скажем так, она не критичная, но все равно понимаем, что есть трудности. Но я думаю, что до сборов на Кипре мы постараемся выдать заработную плату за 2017 год. И уже в 2018 году, чтобы получали по графику заработную плату и премьерную, и все остальное. Так что я думаю, что все будет хорошо. В начале февраля в случае выплаты долгов с Мордовией может быть снят запрет на регистрацию новичков. В настоящее время с командой тренируются два потенциальных новобранца. Это воспитанник школы московского локомотива Владислав Ларинов. А также хорошо знакомый саранским болельщиком защитник Алан Багаев, который играл за Мордовию в прошлом сезоне. После этого Алан получил приглашение перейти в Анжи. Но после досрочного расторжения контракта сам выразил желание перейти в саранский клуб. Причем пошел на значительное понижение заработной платы. Прошлый год провел здесь. Команда, видите, была хорошая, но мы вылетели. Немножечко, конечно, чувство вины было. Я и когда вылетели, хотел вернуться. Но там предложение поступило с премьерой лиги. Таким шансом воспользоваться. Ну, это преступление, наверное, для футболиста. Попробовался, посмотрел, оценил. Не вернулся обратно. Все-таки душа тенула туда. Тащить обратно команду. Попытаться. В чем такая вот любовь связана к саранскому? Я не знаю, я не знаю, потому что здесь люди такие работают, начиная от тренера, заканчивая массажистами, как одна семья целая. Все друг друга любят, уважают. И как-то это тепло осталось еще, и поэтому, наверное, так сильно хотелось обратно. Так, были варианты, ну, не буду говорить какие, но я вернулся обратно. Ну, были варианты в дивизии, а не повыше, в смысле? Ну, конечно, конечно, повыше. И в Казахстане были варианты, но... Юрий Осипов, Алексей Демин. Наши новости.